Сегодня в Святом Писании Божественное Евангелие открывает нам удивительную историю об исцелении слепых и Иисусом Христом. Когда за Ним прямо не просто шли, а бежали слепцы и просили Господи Иисусе, Сыне Давидов, помилуй нас. Христос, останавливаясь, задает им вопрос, что они хотели? Что бы они хотели? Они, конечно, хотели бы прозреть. Спаситель спрашивает их, а веруете ли, что я могу это сделать? Да, Господи, веруем. И тогда Христос говорит им, по вере вашей да будет вам. Вот эти удивительные слова, когда человек по вере своей получает просимое, должны мы сегодня услышать не слухом, а сердцем. Современные люди, даже читая Евангелие или слушая тексты из Священного Писания, не относят их к себе самим. Они думают о тех слепцах, которые получили исцеление. Они думают о том Петре, который даже ходил по воде. Они, читая, вспоминают тех исцеленных, хромых, слепых и прочих, уязвленных болезнями людях, но не прикасают, то есть не сопрягают с собой. Но мы, христиане, должны читать Евангелие, как Слово Бога, сказанное каждому из нас. Это Христос мне рассказывает эту удивительную историю, чтобы я, духовный слепец, прозрел своими духовными очами. Сегодня многие видят физическим зрением. Но сколько сегодня духовных слепцов, которые, видя, не видят, в церковь не ходят, Богу не молятся, живут, как хотят, живут, как говорят, в свое удовольствие. Один раз живем. Бери от жизни все. Ни в чем себе не отказывают. А ведь христианская вера дает нам возможность прозреть. И как слепой идет и постоянно спотыкается, падает и получает раны, так и человек невидящий, то есть духовно незрячий, он обязательно спотыкается в жизни. Он спотыкается о свои супружеские отношения. У него есть проблемы не только с людьми, с ближними, с твоими родными и дальними. У него личные проблемы. Он все время одинок. Ему все время нужно что-то потреблять, чтобы это одиночество каким-то образом сгладить или его победить. Вот почему сегодня самое большое количество из медикаментозно приобретаемых средств – это антидепрессанты. Люди психически расстроены. И нет возможности успокоить свою метущуюся душу. А потому и не принимают веру, ищут какие-то другие средства для успокоения своей души. Правильно поступают те из вас, которые приходят врачевать свою душу в церковь. Не ходят к специалистам, которые называют себя врачами или целителями душ. Один у нас целитель душ – Христос. И приобретая веру во Христа, мы обретаем себя. Находя Христа, мы находим себя, так говорил Федор Михайлович Достоевский. Если мы Христа обретем как спасителя, как искупителя наших грехов, мы обретем смысл в жизни. Мы поймем, что так, как все незрячие, жить нельзя. Мы так же спотыкались, мы так же падали. Мы получали раны от своих падений. Но приходит время, когда мы начинаем прозревать, когда идем за Христом, как те слепцы. В первую очередь, что нужно сделать, чтобы прозреть? Нужно за Христом пойти. Пошли за Христом слепцы и прозрели. В тот же час они очень хотели получить зрение. И Христос открывает им возможность видеть. Для того, чтобы духовно прозреть, нужно тоже пойти за Христом. Нужно почаще читать о Нем. А прочитав, начинать исполнять из того, что ты прочитал. А что мы читаем в Священном Писании? Омойтесь, очиститесь, уклоните злые деяния ваши от очей моих, говорит Господь. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим. Вот если мы услышим эти слова, которые передал нам пророк Исайя уже в первой главе. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро. Вы увидите, как мир придет в дома ваши. А так как мы продолжаем жить во зле, а многие люди даже и не поняли, как жить, потому что эта духовная слепота не открывает пути спасения. То у нас события, которые мы с вами переживаем. И войны, и катаклизмы, и наводнения, и засухи. Это все по нашим с вами грехам. Что нужно сделать, дорогие братья и сестры? Нужно, во-первых, вернуться к источнику нашего прозрения, ко Христу через Священное Евангелие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вот тогда по вере нашей будет и нам. Потому что если мы неправильно верим, нельзя начать правильно жить. Правильно жить начинает тот, кто начинает правильно верить. А правильно верить нас учит православная, то есть права и славно святая апостольская православная церковь. И когда я становлюсь ее чадом, ее прихожанином, я начинаю прозревать. Я, оказывается, понимаю, что блудить хуже, чем сохранять целомудрие. Что курить хуже, чем не курить. Оказывается, что материться нельзя потому, что это вредит твоему духовному здоровью. И человек начинает потихоньку освобождаться от сквернословия, от курения, от блудодеяния, от помыслов. Он, конечно, еще иногда заглянет в телефончик, посмотрит, когда никого нет. Вот это тоже является злом. Что нужно сделать, чтобы приблизить к себе добро уже прозревшим христианам? Запомните, если ты что-то видишь по телевизору или по телефону, по твоему электронному устройству. Такое, над чем смеется человек сегодня, это срамный глагол. Если христиане смеются вместе с теми, кто без ума, как слепцы, закрыв глаза, смеются лишь бы о том, о чем плоть наша вожделевает, то какие мы тогда христиане. Вот потому вот эти смехопанорамы все сегодня удалите во время войны. Люди гибнут, реально погибают мирные жители. Уже не просто в Курской области, в Белгородской, в Липецкой области уже есть беженцы, уже есть так называемые эвакуирующиеся. Дорогие братья и сестры, поэтому я хочу призвать, чтобы мы с вами, находящиеся в тылу, приближали победу. Кто замужем, храните верность своему мужу. Слушайте мужей своих, как никогда, сказал, сделала. А если в семье проблема, примирись с мужем, попроси прощения. Он является главой тебя. Так Бог сказал. Жена во всем должна слушать мужа своего, а мужья должны во всем слушать Господа Иисуса Христа, как никогда сейчас обратитесь мужья ко Христу, потому что за вами жены, за вами дети. Они пошли за вами именно потому, что вы не только повели их за собой в ЗАГС, или, может быть, домой устраивать свое семейное гнездышко. Они пошли за вами потому, что вы пошли ко спасению души. Вы верующий человек, вы с крестом на груди, и женщина доверила тебе свою жизнь, потому что ты поведешь ее к Богу, в храм будешь вместе ходить, с детьми будешь в церковь приходить вместе, молиться будешь вместе, вместе будем канончики читать, к причастию готовиться. Пост придет, вместе поститься будем, и вот пост уже грядет, Успенский пост. Все соблюдайте Успенский пост, не уклоняйтесь, а я как хочу, а мне не очень хочется. Нужно всем сегодня встать на пост, и вот грядущий пост Успения Пресвятой Богородицы, пусть для нас будет этим испытанием, живущим в тылу, пока еще есть возможность самостоятельно поститься. Господь предупреждал через пророков, если вы не будете поститься сами, будете поститься по неволе. Вот почему у людей, которые сейчас в затруднительной ситуации, уже бы поесть бы рады, да нечего. Разве это не знак нам с вами, что мы должны возложить на себя пост, молитву особенно усугубить за тех, которым сегодня тяжело, за наших воинов, которые сегодня сражаются на поле брани, не щадя живота своего. Вот потому, братья и сестры, мы должны помогать им, исправляя свою жизнь. Кто курил, не кури, кто блудил, не блуди, храни семейные отношения, матом не ругайтесь никто, детей в Боге воспитывайте. Не читал детям ничего, устал, пришел после работы, почитай им. Дети не знают Бога, дети заповеди не знают. Смотрите, если бы мы учили детей своих заповедям Божьим, мы бы жили в другом мире. А так как мы отступили от Бога, то Бог показывает нам и через пророка говорит, «Куда вас бить еще, чтобы вы обратились ко мне, и я исцелил вас?» А мы опять депрессанты, а может специалисты, медики, помогут, пойдем, успокоим душу метущуюся, а посмотрим что-то по телеку или посидим в гаджетах, что-то купим, что-то поедим. Да нам всем нужно поисповедать грехи свои, покаяться и вернуться в церковь Христову. Вот что ждет от нас Христос, и тогда победа придет от Бога. Об этом говорили наши великие православные полководцы. С Богом, братцы, от Него, вы слышите, не от силы нашего оружия, не даже от силы нашего русского духа, а от Бога, от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит, вот пока мы не поймем, что мы Божье войско, не только те, которые в бронежилетах и в касках сегодня, ребята на передовой, а мы здесь одно воинство Христово, вот пока мы этого не поймем, наши ребята побеждать там не будут, а значит всем нам нужно прозреть, прозреть, увидеть, что каждое воскресенье, это не мое, забудьте, что это мой воскресный день, мой выходной, забудьте это все. В воскресный день каждый христианин должен быть на посту в Церкви Божьей, молиться за солдат за наших, за воинов наших, за беженцев наших, за потерявших кров, за тех, которые уже погребены, из-за тех, которых некому погрести, потому что их не вывозят, потому что бомбят с той стороны, уже все силы НАТО к нам пришли. Это все серьезно, если мы этого не поймем, мы ничего не поймем, братья и сестры. Будем жить, как жили, это там воюют, это там у них проблемы, это там бомбят. Оно и сюда долетит, если мы с вами будем вести жизнь расслабленную, расхлябанную. Вот потому зову вас на время постное, на время молитвенное, время Бога молить, как наши отцы и деды говорили. Время рать собирать, рать молитвенную прежде всего, рать духовную. Мы все должны молиться Богу о прощении грехов наших, о том, что наша элита до сих пор не понимает, что наши БК-фесты в эти вечеринки, все продолжается. Вся эта шушера, которая оболгала, облила грязью Россию, уехала за рубеж, сейчас возвращается и ждут больших концертов. И вы думаете, эти залы будут пустыми? Туда придет вся эта подчиненная сегодня этим развлечениям и западным так называемым ценностям молодежь. Сколько молодых людей оболбанили. Мы с вами видим все эти западные ценности на примере Олимпиады, а тем более ее закрытия. Есть вещи, которых сам воно срамно и глаголоти, как сказано. Поэтому, братья и сестры, храните веру православную. Так важно нам всем стать сегодня всем, как один на молитву. Русь святая, храни веру православную. Именно в ней, вы слышите? В ней же тебе утверждение, в ней же тебе и победа. С праздником всех вас, с воскресным днем. И пусть Господь укрепит всех нас в этом подвиге веры. Потому что без подвига не бывает победы. Без усилия никто победы не достигал ни в спорте, ни в музыке, ни в архитектуре, ни в художественном. Божеством в любом деле возьми. Нужно столько потрудиться, чтобы чего-то достичь. Вот чтобы достичь царствия Божьего, нужно столько потрудиться, столько помолиться. Евангелие почитать, к себе его принять. Псалтирию укрепиться. Не лениться в церковь ходить Богу молиться. И в жизнь, в семье своей выстроить по православной традиции. Вот наши традиционные семейные ценности. Вера, надежда и любовь. Вот этого мне бы хотелось пожелать всем вам. Храните любовь ко Христу. Храните верность Отечеству нашему российскому. И верность своей семье, своим родным и близким. Любите друг друга. И так, мол, исполните закон Христов. Мир вам всем и Божье благословение. Христос воскресе!